друзья всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я покажу как поживает мой пруд переделанный с новой системой переделанный дизайн в общем как все это выглядит там поселилась новая рыба как вы знаете мои первые карпакой все приказали долго жить после подселения новой малька там возникли болячки которые мы не смогли вылечить и в итоге пришлось всех выкинуть воду в аквариуме продезинфицировать но все сливать менять хлорку заливать и короче перезапускать систему и потом сажал новых рыб и в пруд садовый посадила еще других рыб сейчас покажу систему как что работает расскажу ну и в общем будете сами делать выводы чего вам использовать а что нет вот подходим к месту где у меня сделана самая интересная система фильтрации вот такой прудик я под конец ролика опущу телефон в воду посмотрите какая там вода этот шланг меня наливается по чуть-чуть вот так вода холодной скважины она разбрызгивается вот так рассекается вот так течет ручеек насос качает 15 кубов в час ну и давайте вот я покажу я сделал вот такой себе домик деревянный но еще не докрасил урывками делаю у меня вот так все открывается там мы видим насос и фильтр компрессор и лампу также я сделал чтобы поднималась крышами если нужно то крыша тоже так поднимается можно поставить подпорку и залезть сюда но чтобы что-то промыть вот чисто до ручки добраться хватает боковых вот этих дверок ну в общем вот насос на 15 кубов качает через песчаник потом через ультрафиолетовую лампу дальше в бочку в биофильтр который вот под камнем расположен ну и компрессор 2 штуки один в пруд качает который маленький а второй его побольше качает биозагрузку вращает вот и вся любовь под камнем бочка сбил загрузкой ну вот и все такая вот очень простая система ничего никому не советую кто хочет использовать колготки пусть использует колготки кто хочет это использовать барабаны пусть использует барабаны кто не хочет ничего использовать пусть ничего не используют. Мне было интересно сделать так. Я сделал так. А, ну да, я еще скиммер впоял. Мне тоже там говорили, сделай скиммер из корыта. Чего ты тратишь деньги? Зачем тебе какой-то вот там хороший? В общем, я потратил деньги. Купил он, по-моему, там за 80 тысяч. Это скиммер ОАСА, который 110-й выход имеет. Ну, трубу там. И удобно тоже. Я там сделал переход под вклейку и в свою 50-ю гибкую трубу ПВХ вклеился. Просто кран поставил и на донный забор кран. И очень удобно. Краны все разборные, эти ПВХшные. Можно подрегулировать подачу. Ну, и в общем, скиммер очень классный. В принципе, он... У меня тут куча деревьев, куча мусора и грязи. Поэтому вот так вот взял эту корзинку. И он путевый. Опять же, спасибо Сергею за рекомендацию. А самому делать, что-то декорировать, вот это куда-то прятать. Мне вот оно сто лет не надо, если честно. Фильтров я поклеил, ну и что-то успокоился. Ну, и ты сам все равно вот так не сделаешь. И поплавок это не подберешь нормально. Вот тебе и все, любовь. Большой корзиной, я не знаю, она никогда не заполняется. Купил я себе фонарик вот такой вот, китайский. Из гранита. Ну, я его просто поставил сюда, потому что я долго за ним охотился. Сложно было мне найти. Из бетона бомжатки я не захотел себе. Ну, и поставил вот так его пока, чтобы было видно. Потом куда-нибудь уберу туда в кусты. Вот. Сюда мы посадили 35 штук карпов кои. Ультра премиум класса породы гошики. Вот. От очень хороших ребят бридеров. И, в общем, я доволен. Пруд вот после редизайна шикарно выглядит берег. Все заросло. Осталось немножко мушки в тихвойных посадить. На беседку я повесил все всякие вот музыки. Ветр у меня. Это у меня орех рядом растет и падают листья. Вот он. Красавец. Вообще деревьев вот я сейчас сделаю вот так. Сплошняком. А где юг? Вот там получается. Там есть прогал. Я подстригаю плакучие ивы. И солнце, в принципе, попадает нормально. Постоянно. Каждый день. Ну, каждый, грубо говоря, пока светло, оно попадает на пруд. Но есть участки тени. Поэтому палящее солнце его не шпарит, этот пруд. И ничатка мощно наросла. Но сейчас ее уже нет. Потому что за два дня 35 штук кои снесли эту всю ничатку. Как вы можете видеть, вон гранит, который на дне, он аж чистый. И глубина тут метра полтора получается. Может, в середине, там, да, где у меня лежит забор. И воздух вот я кинул. И вы видите, насколько прозрачная вода. Ну, понятно, ультрафиолет 75 ватт, он убивает всю эту ерунду. Температура воды вот 20 градусов. У меня уродский бассейн и термометр плавает. Но ничего не сделаешь. Очень красивый камень этот, то есть гай. Мне он очень нравится. Замечательный. Просто вот так солнышко играет. Рыбок я пока еще особо не кормлю. Они только неделю у меня сидят. Поэтому вот так. Сейчас я им чуть-чуть кину. Мне кажется, они не выплывут. Я ходил сейчас вокруг, их напугал. Буквальным горстью. Даже меньшим горстью. Ждем. Рыба, 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 рыба. В общем, вот такая медитация, вот такой релакс. И, конечно, я рассматривал, что мне завести еще, кроме кои. Прошелся по океанариуму. У нас тут по Москве Москва, Рюм, Крокус. Но из пресноводной рыбы чего-то того, что бы меня впечатлило, было большим, красивым, ну и таким приятным, я вот не встретил. И, конечно, проблемы, которые с этими рыбами, они будут периодически возникать. Но надо быть к этому готовым. Это непростое хобби, которое вон они начали. Которое требует и денег, и терпения, и очень много знаний, потому что купить ума много не надо. И дорогую рыбу, дорогое оборудование. Ну, дальше с этим управляться и что с этим делать? Здесь, конечно, нужны мозги, нужен опыт, нужна практика. Нужно много денег свободных на все это тратить. Вот так выглядит миллион. Вот эти рыбки. Вот плавает миллион. Сергей Вдаем все любит спрашивать про деньги. Сколько что стоит? Вот прикиньте, вот можно легко взять миллион рублей. Вот так, хоп, и вот они плавают. Ну, чтобы вы понимали, это не мусор какой-то, это люди целый год работали, и десятки тысяч мальков перебирали руками, чтобы получить вот этих 35 рыбок. Так что будем надеяться, что с ними все будет хорошо. Они будут здоровые, красивые. Вот. Ну, если говорить о качественных кое, то для Японии этот миллион можно пренебречь, как говорится, и годовичка там купить за десяточку такого среднего уровня. А здесь, в принципе, 35 годовичков хорошего уровня за эти деньги. В общем, каждый здесь не про это разговор найдется. Наверное, кто-то скажет, что там это копейки какие-то, там фигня, там я там в ресторане за вечер больше трачу, там бутылка шампанского 100 тысяч. А кто-то, наверное, скажет, что там, ой, там какие деньги сумасшедшие, я там в руках не держал. Ну, или как-то надо их потратить, было по-другому. Мне очень много людей пишут по всяким такими рекомендациями. Как это ни странно. Но я думаю, что в этой жизни каждый сам зарабатывает, думает, как ему потратить, и на свои какие-то интересы, на свое развитие тратит. А кто-то просто казино проигрывает что-то. В общем, вот так. Поскольку наш век краток, как людей, хочется заниматься, конечно, тем, что тебе нравится, и знакомиться с тем, что тебе интересно. Наверное, я не буду аквариум сегодня показывать. про садовый пруд речь. В общем, вот так живет садовый пруд. Скимер я хотел еще ближе туда поставить, к берегу, но его же по уровню надо ставить. Не все так просто. Его там поставил вот так, короче, пока. Если что, оно же не в бетоне, можно все это убрать. Можно все это переставить 10 раз. Но в целом мне нравится, как работает система вот песчаный фильтр. Вообще прекрасно. И сейчас я, как обещал, опущу телефон под воду и посмотрите, какая прозрачная вода и насколько там что видно. Оба, ныряем. ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...